Ну, давайте, на самом деле, прежде чем мы непосредственно перейдем к дифференциальным бренд-форумам, я хочу обсудить сюжет, который, возможно, уже обсуждался на семинаре. Значит, вот скажите, если у нас есть две системы, точнее, если у нас есть вот такая система, допустим, x-точка равняется f от xy, y-точка равняется g от xy, и есть уравнение dy по dx равняется g от xy разделить на f от xy. Ну, и пусть у нас есть какая-то точка x0, y0, и давайте считать, что f в этой точке не равняется 0. Что вы можете сказать про связь между этими двумя системами? Точнее, между системой 1 и уравнением 2. Значит, какая связь существует между этими? Можно сказать, что система 1 сводится к системе 2. Да, ну вот что значит сводится? Ну, то есть, получается, мы можем переписать как-то наше уравнение так, чтобы получить одно уравнение. И вдобавок, наверное, оставить одно из первых. Ну, вот смотрите, значит, давайте посмотрим, какие у нас есть общие объекты, связанные с этими уравнениями системами. Значит, вот у уравнения, которое написано справа, у уравнения 2, есть решение. Значит, ну вот, допустим, я буду рассматривать решение с вот этим начальным условием, x0, y0. Значит, существует решение, которое называется… Давайте я буду писать просто y равняется y от x с начальным условием y в точке x0 равняется y0. А слева у нас тоже есть решение, значит, существует решение, но только здесь уже решение является вектор функции, является функция от t. Значит, существует решение x от t, y от t. Ну, опять же, с начальным условием x в 0 равняется x0, y в 0 равняется y0. Заметим, что система слева является автономной, а система уравнения справа является неавтономной. Значит, есть у нас такое решение, а тут такое решение. Ну и как они друг с другом связаны? Через параметр t как-то. Да, ну смотрите, значит, здесь как бы есть разница, что вот здесь у нас решение – это функция двух переменных, зависящих от t, а здесь у нас решение – это функция y от x. Тем не менее, если я нарисую картинку, я могу нарисовать картинку справа, нарисовать расширенное фазовое пространство. У нас x выполняет роль времени, y выполняет роль фазовой переменной. И здесь у нас будет какая-то интегральная кривая для этого уравнения. Значит, вот у нас вот это вот и есть наш y равняется y от x. А для уравнения слева я могу нарисовать другую картинку. Я могу нарисовать фазовое пространство, которое тоже будет задаваться переменными x и y. И в этом фазовом пространстве я могу задать фазовую кривую. Фазовая кривая – это кривая, которая задается, ну как бы, тоже зависимость y от x. Но мы понимаем, что это множество точек, которые соответствуют вот этим вот парам x от t и y от t. Про нее можно думать, про эту кривую можно думать, как про кривую, которая задается зависимостью y от x. Но изначально это кривая, которая задается вот так вот параметрически, через зависимость от времени. И оказывается, что фазовая кривая слева и интегральная кривая справа – это одно и то же. Значит, утверждение звучит так. Фазовая кривая 1 совпадает с интегральной кривой 2 в некоторой окрестности точки x0 и y0. Вот. Значит, почему это так? Здесь есть такое геометрическое объяснение, есть аналитическое объяснение. На семинар я вынес задачку, где требовалось найти такое аналитическое объяснение. Успели ли вы ее разобрать? Ну, мы, получается, сводили… Ну, у нас была такая задача, что вот мы систему из двух сводили как раз к уравнению, которое не зависит от t, и рисовали их. Угу. Но объясняли ли вы, почему действительно получается одно и то же? Почему действительно фазовая кривая здесь совпадает с интегральной кривой здесь? Наверное, формально нет. Ну, если я не ошибаюсь. Ну, хорошо. Давайте я тогда сейчас скажу пару слов на эту тему. Ну, смотрите. Во-первых, есть чисто геометрическое объяснение, которое, кажется, должно быть достаточно понятно. Давайте нарисуем векторное поле для системы 1. Это означает, что я вот в каждой точке рисую по вектору. И я знаю, что моя фазовая кривая будет касаться всех этих векторов. С другой стороны, на правой картинке я могу нарисовать поле направления, которое соответствует системе 2. Точнее, уравнению 2. Значит, вот такие вот кусочки прямых я буду рисовать. Вопрос. Как связаны вот эти векторы с вот этими прямыми? Ну, они сонаправлены? Ну, да. Они просто лежат на соответствующих прямых. Потому что... Ну, давайте посмотрим на вот этот вектор. У него угловой коэффициент... Вот если я возьму какую-то точку... Здесь какая-то точка x, y. И угловой коэффициент этого вектора, коэффициент наклона... Ну, это просто нужно одну компоненту поделить на другую компоненту. То есть нужно g от x, y поделить на f от x, y. Ну, и это в точности угловой коэффициент вот этой прямой, проведенной в этой же самой точке. То есть это означает, что вот эта кривая, которая у нас получилась, поскольку она касается всех векторов, то она должна касаться и соответствующих прямых. Ну, а это означает, что она должна совпадать с вот этой кривой. Потому что, в общем, кривая, которая касается всех вот этих вот прямых в каждой своей точке, это в точности решение нашего вот этого дифференциального уравнения, оно единственное. Поэтому тут никуда не деться, обязательно эти две кривые совпадут. Ну, на самом деле, я тут, конечно, заметаю под ковер много всяких утверждений из матанализа. Ну, например, тот факт, что касание кривой с вектором и касание кривой с соответствующей прямой – это, в общем-то, одно и то же понятие касания. Вот. Но если в них поверить, то вот и все доказательства. Ну, если не поверить, то можно, на самом деле, доказать это аккуратно. Давайте я это быстренько сделаю. Давайте в какую-нибудь сторону докажем. Давайте, например, докажем в сторону слево-направо. Значит, пусть х от т, у от т – это решение системы 1 с начальным условием. х в 0 равняется х в 0, у в 0 равняется у в 0. Значит, мы знаем, что f в точке х в 0 и у в 0 не равняется 0. Ну, давайте не ограничиваем общность и считаем, что она больше 0. Если она меньше 0, то там нужно будет точно так что-то сделать. Значит, без ограничения общности. Считаем, что f от х в 0 и у в 0 больше 0. И, как обычно, мы требуем, если мы ничего не говорим специального про наше уравнение, то мы подразумеваем, что правая часть удовлетворяет условия теремосуществования единственности. В частности, как минимум, это означает, что правая часть должна быть непрерывной. И, в частности, это означает, что f непрерывна. И, значит, если она больше 0 в точке х в 0 и у в 0, то, значит, в некоторой окрестности она тоже больше 0. Требуем непрерывности f. Следовательно, f больше 0 в некоторой окрестности. Ну, отлично. В этом случае что мы можем сказать про функцию х от t? Значит, поскольку у нас функция х от t удовлетворяет вот такому уравнению, то это означает, что х с точкой будет положительно в некоторой окрестности в начальном моменте времени. И это означает, что существует обратная функция. Значит, следовательно, f возрастает для t близких к нулю. Ой, не t, а x, конечно. Не f возрастает, x возрастает, x от t возрастает. Для t близких к нулю. Следовательно, существует обратная функция. t от x. Значит, обратную функцию я обозначу через t от x. Ну, тогда смотрите, если я хочу построить зависимость, если я хочу задать вот эту фазовую кривору в виде зависимости y от x, а у меня есть зависимость y от t и x от t, то что мне нужно сделать? Мне нужно взять функцию y от t и подставить в нее функцию t от x. Так я и получу зависимость y от x. Значит, рассмотрим кривую. Заданную функцией. Давайте как-нибудь эту функцию обозначу. допустим, u от x, которая есть y от t от x. Ну и давайте найдем ее производную. Значит, понятно, что график этой функции это фазовая кривая. Согласно с тем, что если я определяю функцию u от x таким образом, то ее график это просто фазовая кривая. Значит, я для всякой точки x нахожу момент времени такое, что x в этот момент времени равен тому значению, которое я выбрал. И дальше в качестве u выбираю соответствующее y значение. Соответственно, зависимость u от x это как раз в точности графика этой функции. В точности это кривая. Давайте посчитаем производную. У штрих от x. Чему она равна? Кто имеет дифференцировать сложную функцию? y штрих по t умножить на t штрих по x. Да. Значит, это есть dy по dt на dt по dx. То есть, производная y умножить на производную t по x. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, что такое производная y по dt? y удовлетворяет вот этому уравнению. y с точкой равняется g от x, y. Значит, это будет g, взятое как раз ровно в той самой точке. Значит, это будет g от x от t, y от t. Что такое dt по dx? dx – это производная обратная функция к функции x от t. Значит, это, наоборот, единица разделить на производную прямой функции. Единица разделить на dx по dt. Но dx по dt – это f, потому что x удовлетворяет вот этому уравнению. Значит, действительно, мы получаем, что это g от x от t. Сейчас. Неудачно я написал здесь, что у меня что-то зависит от t, потому что у меня в левой части все зависит от x. Давайте я буду писать, что у меня здесь зависимость. g от x, u от x. И здесь то же самое. Разделить на f от x, u от x. Ну, то есть, видно, что наше u является решением уравнения, которое написано справа. Вот это уравнение. То есть, фактически, мы воспользовались просто теоремой о производной обратной функции и теоремой производной сложной функции, и ничего больше. Какие вопросы по этой части доказательства? Значит, здесь что нужно сделать? Здесь нужно аккуратно проследить за тем, что мы действительно работаем в тех точках, в которых я написал. Да, действительно так. Сдайте какой-нибудь вопрос, поэтому доказательства, если он у вас есть. Вопросов нет. Окей. Предположим, что это так. Давайте теперь в обратную сторону докажем. В обратную сторону немножко хитрее, потому что, смотрите, когда мы переходим от вот такого уравнения к такой системе, мы, на самом деле, теряем некоторую информацию. А именно, вот это уравнение сообщает нам некоторую информацию по поводу того, с какой скоростью меняются... Ну, как бы... В каждый момент времени у нас есть разная скорость. То есть мы можем проходить вот эту кривую по-разному. Мы ее можем пройти, например, быстро, а можем пройти медленно. Или можем в какой-то точке проходить медленно, а потом взять и ускориться. На кривой это никак не отразится. Это отразится на длине вот этих векторов, но не на направлении. Вот здесь, на этой картинке, вся эта информация отсутствует. И в этом уравнении она отсутствует. Мы фактор времени отсюда полностью исключили. Соответственно, когда мы сводили вот эту задачу к вот этой задаче, мы просто сказали, что вот мы возьмем, выразим из одного уравнения t и поставим в другое уравнение. В другую сторону придется действовать чуть-чуть похитрее, а именно придется делать такую вещь. Значит, давайте мы... Давайте решим это уравнение. Вот рассмотрим наше решение уравнение y от x, которое здесь возникает. И давайте... Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я могу так ввести параметризацию на этой кривой так, что эта кривая с этой параметризацией станет решением вот этой системы. Понятно, что подразумевается, когда я говорю про параметризацию кривой. Значит, вот если кривая просто нарисована, на ней никакого параметра не введено, значит, она не параметризованная кривая. А если понятно, в какой момент времени, в какой точке мы находимся, то это параметризованная кривая. То есть параметризованная кривая – это такая кривая, про которую понятно, с какой скоростью вы по ней движетесь в каждый момент времени. Соответственно, я утверждаю, что можно вот на этой кривой, являющейся графиком решения вот этого уравнения, ввести так параметризацию, чтобы соответствующая кривая стала бы решением вот этого уравнения. Ну, это на самом деле можно сделать явно, но я, наверное, не хочу сейчас этого делать. Понятно, что если мы доказали, что любая кривая такая является также такой кривой, в силу теорема существования неинственности, в обратную сторону это тоже должно быть верно. Не может такого быть, чтобы вот эта кривая давала бы здесь какую-то другую штуку. Поэтому я, наверное, в обратную сторону сейчас не буду доказывать. Ограничиваясь просто замечанием про то, что нужно ввести подходящую параметризацию. Вот. И на самом деле мы сейчас будем часто пользоваться этой теоремой, потому что, как правило, нам будет трудно в явной форме решать вот такие вот системы из двух уравнений. Зато, как правило, будет легко, но, по крайней мере, в учебных задачках, сводить их к вот такой штуке и дальше решать вот такую штуку. Заметим, что та вещь, которая при этом получается, является уравнением фазовых кривых, но не является решением вот этой исходной системы. Ровно потому, что мы как раз не знаем параметризацию. Это важно. То есть, если вам сказано решить вот такую систему, то это означает, что вам нужно найти решение зависимости X от Y от T. Если вам сказано найти уравнение фазовых кривых, это означает, что находить зависимости X от Y от T не нужно, и можно смело перейти вот сюда вот и дальше уже просто решать вот это уравнение и находить соответствующие фазовые кривые. А получается вот для системы, которая два обозначены, то есть мы говорим, что для нее существует бесконечно много или хотя бы существует несколько таких траекторий в зависимости от T, что они будут удовлетворять первому. То есть, грубо говоря, что из первого следует второе, но из второго... Ну, то есть, существуют такие варианты, что из второго следует первое, но не для всех. Ну, на самом деле, зависимость от времени восстанавливается тоже однозначно. Ну, просто, грубо говоря, что происходит тут, смотрите. Вот как бы представьте себе, что я взял... Вот я точно знаю, что я двигаюсь по вот этой кривой. А с другой стороны, вот на этой картинке у меня на этой кривой, в каждой точке этой кривой, написан вектор скорости. То есть, на самом деле, я мог бы теоретически вот эту вот кривую как бы выпрямить и просто решать такую задачу. У меня есть прямая, и в каждой точке у меня сказано, с какой скоростью я двигаюсь в этой точке. То есть мы получаем, когда мы делаем вот в эту сторону переход, мы получаем просто уравнение на прямой фактически. Ну, окей, уравнение на одномерной кривой. И это уравнение решается однозначно. То есть вот эта зависимость, она дает нам саму по себе форму кривой в зависимости y от x. А дальше мы можем ввести параметризацию, то есть ввести, создать такую функцию x от t, y от t, что ее траектория в точности совпадает с вот этой вот кривой, а сама она является решением вот этого уравнения, сама эта функция. Она будет задаваться однозначно, на самом деле, эта параметризация. Как? Понятно? Да. Хорошо. Давайте тогда... Ну, давайте я все-таки... Давайте рассмотрим пример. 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 Скажем, вот такой вот пример. x с двумя точками равняется минус x. Уравнение колебания осциллятора. Значит, он сводится к уравнению x с точкой равняется y. y с точкой равняется минус x. И вот так сходу непонятно, как решать эту систему, потому что мы не можем решать уравнение по отдельности. Мы не можем, например, решить второе уравнение по статье из-за первой, потому что y с точкой зависит от x. И наоборот. Чуть-чуть попозже мы обсудим, как такие системы решать, именно получая решение x от y от t. Но пока что мы можем просто сказать, что в силу нашей теоремы мы можем найти уравнение фазовых кривых, записав такую систему, перейдя к системе с разделяющимся уравнением, с разделяющимися переменными, проинтегрировав это дело, и получить y квадрат пополам равняется минус x квадрат пополам плюс константа. И можно это теперь переписать в виде x квадрат пополам плюс y квадрат пополам равняется константа. То есть мы видим, что фазовые кривые этой системы обязаны быть окружностями. В какой стороне, кстати, направление движения по этим окружностям? Вот мы знаем, что окружность. А если я хочу фазовую кривую нарисовать, это означает, что я хочу еще и стрелочку поставить. Куда мне стрелочку ставить? У нас получается против часовой стрелки. На самом деле, в таких задачках, как правило, проще всего действовать так. Вы можете взять какую-нибудь любую точку и построить вектор, который торчит из этой точки. В данном случае это будет вектор, который торчит. Значит, у него должна быть... Y-ка координата должна быть отрицательна, а x-ка равна нулю. То есть он торчит вот так. И это означает, что у нас все движение устроено вот так. Крутимся по часовой стрелке. Вот. Ну вот мы и построили наш фазовый кривой. При этом из вот этого рассуждения совершенно непонятно, с какой скоростью мы по этим фазовым кривым движемся. Ну, на самом деле, дальше можно иметь на пристального взгляда, внимательно посмотреть на эту систему и увидеть, что у вас вот этот вектор скорости, он будет просто равен радиусу по длине. И это означает, что чем больше у вас окружность, тем быстрее вы по ней бежите. Но это означает, на самом деле, что вы бежите с постоянной угловой скоростью. Что вот этот вот угол меняется с постоянной скоростью. Вот. То есть, на самом деле, вся наша динамика – это такое движение по окружностям с постоянной скоростью. Вот. Но, значит, в самом себе вот это вот рассуждение, оно просто говорит, что фазовые кривые будут, ну, вот лежать на таких окружностях. Ничего больше. Теоретически, можно было бы найти явно, как эта скорость устроена. То есть, можно было бы сказать вот что. Можно было бы сделать такую штуку. выразить, например, y через x. То есть сказать, что у вас y равняется корень из 2c минус x квадрат, например. и подставить в какое-нибудь из уравнений нашей исходной системы. Значит, в уравнение исходной системы. То есть, когда мы выразили y через x, мы дальше можем подставить это все вот сюда, вот в второе уравнение. Или наоборот сюда, в первое уравнение. Даже лучше, даже проще сюда. И посмотреть, что получается. Значит, у нас получается вот такое уравнение. x точка равняется квадратный корень 2c минус x квадрат. Это уравнение уже одномерное, и оно решается стандартными методами. Ну, тут будет тоскливо брать интеграл от единицы делить на вот эту вот штуку. Ну, просто потому что здесь очень кривая параметризация. То есть, нам нужно запараметризовать нам нужно запараметризовать вот такое равномерное движение по окружности, но при этом в общем, будет немножко тоскливо это делать. Вот. Но, в принципе, это можно сделать. И мы ровно, ровно как раз сделаем вот тот шаг, про который я говорил здесь. Значит, как раз найдем, какая именно параметризация должна быть, чтобы мы двигались по этой окружности с правильной скоростью, чтобы найти такую параметризацию, чтобы соответствующая функция являлась бы решением вот этой системы. Вот. Но мы этого делать не будем, потому что мы чуть позже научимся по-другому решать эти уравнения. А сейчас мы поговорим про обобщение как раз вот этой вот истории. История про нахождение решений с уравнением уже вот такого вида. Вот. И тут нам понадобится дифференциальный один формы. Значит, есть ли вопросы на текущий момент? Я решил немножко ускориться по сравнению с стандартным стилем, так что если будет слишком быстро, останавливайте. Давайте поговорим про... Таки поговорим про дифференциальный один формы. Кто они такие? Давайте я сделаю некоторые напоминания из линейной алгебры. Вот пусть V – это некоторое линейное, оно же векторное пространство. Некоторое линейное пространство. И в V живут векторы. И давайте теперь рассмотрим такую штуку. Давайте рассмотрим то, что называется линейным функционалом на этом векторном пространстве. То есть линейный функционал – это просто линейное отображение из векторного пространства V в R. Линейный функционал. Просто линейное отображение из V в R. Давайте пример какой-нибудь рассмотрим. Пусть V – это R2, а φ – это такая штука. Значит, φ, допустим, от вектора x1, x2 из вектора x1, x2 делает вектор x1 плюс 2, x2 плюс 3. Вот такая штука будет линейным функционалом или нет? Ну да. Линейный функционал. Значит, он вектора переводит в число по такой формуле, которая написана. Опять вопрос? Да, вопрос. Это линейный функционал или нет? Ну да, это линейный функционал. Так, а какие еще будут мнения? Все согласны с тем, что это линейный функционал? Ну, окей. Что такое линейный функционал? Линейный функционал – это… Напомните мне определение, что такое линейный функционал. А там, наверное, тройка лишняя. Угу. Да. Значит, я напомню, что линейный функционал – это такая штука, которая для всяких двух векторов и всяких констант лямбда и мю устроена таким образом, что она линейную комбинацию переводит в линейную комбинацию. Лямбда у плюс мю ве. Фиат лямбда у плюс мю ве равняется лямбда фиат у плюс мю фиат ве. В частности, например, это означает, что она обязана нулевой вектор переводить в ноль, потому что нулевой вектор можно на что угодно умножить, он останется нулевым вектором, и таким свойством обладает только ноль. поэтому здесь ответа нет. Так как, например, фиат 2 умножить на ноль ноль равняется 3 и не равняется 2 умножить на фиат ноль ноль. Ну хорошо, какой-нибудь пример, такие примеры линейного функционала можете привести? Хороший пример. Можно просто сделать сумму координат х1 плюс х2. Да, значит, фиат х1 х2 равняется х1 плюс х2. Это линейный функционал. Значит, можно проверить, что действительно вот это условие выполняется, ну просто потому, что если вы, например, обе координаты вектора умножаете на 3, то сумма тоже умножится на 3, потому что тройка вынесется за скобку. И если возьмете два вектора и их сложите, то сумма их компонентов сложится. Ну, на самом деле, несложно доказать, что... Давайте я такой вопрос задам. А как устроены всевозможные функционалы на пространстве R2? Линейная комбинация двух функционалов будет тоже линейным функционалом. Это правда. Да. Так, и как устроены все функционалы? Допустим, на R2. Ну, наверное, мы можем предположить, что если это R2, то мы можем выбрать базис из этих функционалов. И там будет всего лишь два, один из них, который переводит в ноль, хотя нет. Который переводит в ноль, все, это просто нулевой функционал, он в базисе не лежит. Да, но хорошо, можно идти действительно таким путем, это хороший путь. А кто будет базисными линейными функционалами в пространстве всех линейных функционалов? А та, которая, ну, насколько я понимаю, функционал, допустим, от x1, x2 равна x, и второй функционал, который такой же, из x1, x2, сохраняет x2. Да. Ну, то есть, короче говоря, попросту говоря, можно сказать так, что fiat x1, x2 – это и есть такая штука. Это и есть a1, x1 плюс a2, x2. Ну, на самом деле, если вы помните, ну, собственно говоря, линейный функционал – это частный случай линейного оператора. Значит, и линейный оператор раздается матрицами. И в данном случае, поскольку это отображение в R1, то это будет матрица, которая будет устроена очень просто. Это будет просто вектор строка матрица с одной строчкой. То есть она умножается на вектор столбец x, и получается вот такая штука. И действительно, можно про это думать так, что у нас есть два базисных функционала. Давайте я обозначу их через φ1, x1, x2 – это просто x1. Есть функционал φ2 от x1, x2, который есть просто x2. И на самом деле, любой функционал φ, это просто линейная комбинация этих базисных функционалов. Значит, φ1, φ2 образуют базис пространства функционалов. Для всякого φ из… в со звездочкой существует, а1, а2, единственные такие, что вот это выполняется. Значит, у меня есть появилось обозначение в со звездочкой. По определению, в со звездочкой – это и есть множество всех… это и есть множество всех… значит, множество всех линейных функционалов. на нем, естественно, вводится структура линейного пространства, потому что вы можете функционалы друг с другом складывать, получаются новые функционалы, и вы можете функционалы умножать на числа, получаются новые функционалы. Поэтому это не просто множество, а это линейное пространство всех функционалов. И оно называется сопряженным пространством к пространству В. Значит, утверждение, которое сейчас не буду доказывать, если В является конечномерным пространством, если в нем существует базис, то тогда размерность пространства В со звездочкой такая же, как размерность пространства В. Собственно, это мы видим на примере R2. В общем случае доказывается так же, просто в явном виде строится базис и доказывается, что действительно базис. А базис будет устроен точно так же. Он будет состоять из, соответственно, штук, которые возвращают первую координату, вторую координату и так далее. Такие базисные функционалы. Вот. Значит, мы таким образом определили сопряженное пространство. Да, элементы сопряженного пространства называются либо функционалами, либо ко-векторами. Значит, элементы В со звездочкой называются также ко-векторами. То есть ко-вектор и линейный функционал это одно и то же. Вот. Ну, хорошо. Значит, это у нас было просто... Вот у нас было какое-то линейное пространство, у нас было сопряженное к нему пространство. Теперь давайте рассмотрим такую конструкцию. Вот. Пусть у нас есть какая-то область. Есть какая-то область ВРН, например. И в этой области живут точки. У нас есть точка П. Недавно мы рассматривали такую штуку, которая называется векторным полем. Что такое векторное поле? Это мы берем и из каждой точки проводим по вектору. Значит, мы в каждой точке выбираем по вектору и таким образом строим векторное поле. Значит, векторное поле. Это такая штука. В каждой точке П. Из какой-то области У большого. Давайте я эту область обозначу через У большого. То есть в каждой точке П из области У большого провели вектор. И векторные поля можно хорошо и приятно визуализировать, потому что вот мы понимаем, что мы в каждой точке нарисовали стрелочку. Вектор – это понятный объект, это стрелочка. И все хорошо. А теперь нам нужно рассмотреть двойственный объект. А именно давайте рассмотрим ковекторное поле. Что это означает? Это означает, что мы в каждой точке определили по к-вектору. Ну вот представить себе ковекторное поле немножко сложнее, чем представить себе векторное поле. Но давайте попробуем просто провести какие-нибудь примеры. Значит, заметим, что у нас вектора векторного поля в общем не обязаны как-то уж слишком хорошо зависеть от точки. Мы обычно требуем, чтобы эта зависимость была бы гладкой, но не более того. Здесь будет то же самое. Значит, мы сейчас будем рассматривать гладкие ковекторные поля, где ковектор будет зависеть гладко от точки. Ну вот давайте попробуем рассмотреть какой-нибудь такой пример. Значит, смотрите, мне для того, чтобы написать какой-то пример, мне нужно будет ввести какие-то координаты где-то. Ну вот давайте смотреть. Значит, я скажу, что у меня есть P, это точка, и у нее пусть будут координаты, скажем, P1, P2. Еще у меня есть вектор V из векторного пространства V. Ну и давайте считать, что у меня у вектора V координаты V1, V2. Окей, давайте, может быть, мы сделаем так. Давайте, может быть, мы все-таки у точек будем использовать для обозначения координаты букву X. Как у нас чуть попозже и будет. Значит, у P координаты X1, X2, а у вектора V координаты V1, V2. Давайте рассмотреть. Значит, чтобы задать ковекторное поле, я должен в каждой точке P задать свой функционал. То есть задать свою функцию от векторов V1, V2. Ну, давайте мы это как-нибудь сделаем. Например, вот у меня есть такая штука. Значит, давайте я напишу так. Омега от P. Значит, вот по идее омега от P, это должен быть какой-то функционал, значит, значение ковекторного поля. В точке P. Но что такое функционал? Это какая-то функция из векторного пространства. Значит, давайте запишем значение этой функции на каком-то векторе V. Ну, давайте сделаем так. Например, скажем, что эта штука, например, есть X1 в квадрате, скажем, плюс X2 умножить на V1 плюс X2 умножить на V2. Значит, X1, X2 – это координаты точки, V1, V2 – это координаты вектора. Вопрос. Является ли вот та штука, которую я сейчас задал, корректорным полем? Понятно ли вообще, что такое тут задано? Является ли эта штука ковекторным полем или не является? Вот у нас есть определение того, кто такое ковекторное поле. Можно быстро вопрос? А почему мы подставляем не… мы еще раз подставляем V, а не подставляем вместо P – V? Нет, смотрите, значит, вот это на самом деле ключевой вопрос. Вот смотрите, значит, у нас… что мы делаем? Мы в каждой точке задаем свой собственный функционал. Функционал – это отображение из векторного пространства V в числа. Давайте я зафиксирую какую-то точку P, скажем, 1, 2. Скажу, что X1 равняется 1, X2 равняется 2. Дальше… после этого я могу… вот это означает, что я вот на этой картинке выбрал какую-то конкретную точку. И после этого я к этой точке могу прикладывать всевозможные вектора, всевозможные вектора V. И каждый из этих всевозможных векторов я могу подставлять в мой функционал и получать разные числа. То, что здесь и написано. Значит, если я зафиксировал конкретную точку, то это означает, что я зафиксировал X1 и X2. После этого у меня… после этого у меня становится определен функционал как функция V1 и V2. То есть точка, в которой мы считаем, и вектор, который мы подставляем в получившийся функционал, это две совершенно разные штуки. Это два разных объекта, которые даже в разных мирах живут. P – это какой-то элемент области в Rn. Это даже не элемент всего Rn. А V – это уже частный вектор. Но в данном случае это вектор из того же самого Rn, но тут уже целиковый Rn нужно брать, потому что мы можем подставлять в функционал любой вектор, какой угодно. Тут нет никаких ограничений. И вот такая штука – это пример к векторному полю. Ну хорошо, а вот такая штука. Вот такая штука будет к векторному полю. – Ну нет, она не линейная по V2. – Да. Значит, вот такая штука не является к векторному полю, потому что при фиксированной точке, при фиксированной точке P, при фиксированном X1 и X2 мы не получаем линейный функционал в вектор V. Вот эта штука – к векторному полю. То есть, смотрите, можно так про эту штуку думать. Можно посмотреть на вот эту запись. Можно думать про эту запись как такую функцию двух переменных. Переменной P точки и переменной V вектора. При этом зависимость от точки может быть любой гладкой. Видите, я здесь написал X1 в квадрате, никого это не смутило. А зависимость от V обязана быть линейной. Поэтому по-другому можно сказать, что... Можно сказать, что... К векторное поле – это функция двух переменных. Линейная P-V. Ну и, допустим, гладкая P-P. Как правило, мы хотим гладкость. Значит, гладкое к векторное поле. Сфиксируем точку P. После этого мы можем подставлять всевозможные значения в качестве второго аргумента. И в силу линейности P-V это фактически означает, что мы задаем таким образом функционал. То есть, задаем к вектору. Понятно ли определение к векторному полю? Ну да. Так, задайте кто-нибудь вопрос, потому что тут уже становится нетривиально. Ну, на самом деле, все это выглядит очень абстрактно. Но давайте я, может быть... Давайте я приведу пример к векторному полю, с которым вы хорошо знакомы. Ну, может быть, не очень хорошо, но зато сейчас будете хорошо знакомы. Знаете такую штуку? Дифференциал функции двух переменных. Например, есть у вас какая-то функция f, скажем, из R2 в R. f от x1, x2. И допустим, что она дифференцируема всюду. Что это означает? Ну, это означает, что можно записать такую штуку. f от x1 плюс v1, x2 плюс v2 равняется чему? То есть, если у вас есть функция двух переменных, и она дифференцируема. Что вы можете сказать про значение функции при... Вот у нас была какая-то точка x1, x2, и мы из этой точки сдвинулись на какой-то вектор v1, v2. Мы можем сказать, что у нас получается... Вот левая часть равняется производной в точке x1 умножить на v1. Но если мы смотрим, что v1 и v2 достаточно малы. То есть, получается, n штрих по x1 умножить на v1. А v1 – это как раз дельта x будет. Плюс f' по x2 умножить на v2. И плюс еще некоторая функция... Ну, то есть, расстояние умноженное на какую-то величину, которая должна стремиться к нулю при v1, v2 стремящемся к нулю. Еще, наверное, надо добавить f от x1, x2. Да, я, собственно говоря, поэтому как раз все никак не начинаю писать в формулу. Потому что я жду, когда кто-нибудь скажет, с чего ее нужно начать. Значит, значение функции вот такой вздвинутой точки равняется значению функции в самой точке x1, x2. Плюс, как мы знаем, это есть производная по x1 в точке x1, x2 умножить на v1 плюс производная по перемену x2 в точке x1, x2 умножить на v2. Плюс, давайте я просто напишу о маленькое от... Чего там? Давайте я напишу модуль v1 плюс модуль v2. Что-нибудь в таком роде. Ну, или давайте я напишу здесь норму вектора v1, v2, и это тоже будет правдой. Значит, знакомы ли вам эта формула? Это, если хотите, определение производной, определение дифференцируемости функции, или это разложение функции в ряд Тейлора, как угодно можно к этому относиться. Ну, я считаю, что это просто определение производной, определение того, что такое функция дифференцируема. Функция называется дифференцируемой. Если найдутся такие числа, одно число вот здесь, и другое число вот здесь, что вот такое представление имеет место. Это такое универсальное определение, которое работает всегда в любой размерности. Как, знакомая штука? Ну, давайте теперь посмотрим на вот эту вещь. Давайте посмотрим на вот эту вещь. Смотрите, если у меня зафиксирована точка x1 и x2, то у меня зафиксированы вот эти товарищи. И то, что у меня остается, это как раз линейный функционал на вот этих векторах v1, v2. То есть на самом деле я могу сказать, что у меня есть такая форма, значит, можно рассмотреть такую форму, омега, значит, от точки, которая сдаются координатами x1 и x2, значение которых на векторе v1, v2 равняется как раз вот этой самой штуке. Это наше ковекторное поле. В просторечии это ковекторное поле называется дифференциалом. Значит, дифференциалом функции f. Мы привыкли к немножко другой записи дифференциалов. Когда мы писали, ну, скорее всего, когда вы писали на многомерном анализе какие-нибудь дифференциалы, там у вас были какие-нибудь dx, dy, чем-то такое, да? Ну вот смотрите, на самом деле это в точности оно. Давайте для того, чтобы вернуть нам привычные нам обозначения, давайте введем такие обозначения. Значит, пусть dx1 это линейный функционал, который устроен так. устроен таким образом. Он — это линейный функционал от вектора v1, v2, который возвращает v1. А dx2 — это аналогично линейный функционал, который возвращает v2. Теперь наша форма может быть переписана в таком виде. Можно сказать так, что омега в точке x1, x2 на векторе v1, v2 — это есть f' по x1 от x1, x2 умножить на значение функционала dx1 на векторе v1 или даже не на векторе v1, простите, а на векторе v1, v2 плюс производное по x2 в точке x1, x2 умножить на значение функционала dx2 на том же векторе v1, v2. Ну, а теперь видно, на самом деле, что у нас слева и справа во всех точках написано один и тот же, как бы мы считаем значение функции в одном и том же векторе. То есть это означает, что у нас просто вот эта вот штука тождественно равна вот этой штуке. Можно просто записать так. Можно записать, что омега от x1, x2 равняется f' x1 в точке x1, x2 умножить на dx1 плюс f' от x2 x1, x2 умножить на dx2. Где dx1, dx2 – это просто функционалы. Значит, я взял два функционала, умножил их на какие-то числа, сложил, получил новый функционал. Вот этот новый функционал является тем функционалом, который привязан к точке x1, x2. И это уже совершенно знакомое нам обозначение для дифференциала функции f. Дифференциал функции f, взятый в точке x1, x2. Значит, классическая формула, что он именно так записывается. Если вас всегда интересовало, кто такие вот эти dx1 и dx2, то теперь вы знаете правду. Долгие годы мы ее от вас скрывали, но теперь рассказали. Как, есть ли вопросы? В какой момент можно задавать глупые вопросы? В любой. Хорошо, зачем? Ну, хорошо, это в линейной функционала. Что они делают в интегралах? Ну, дело в том, что интегрировать функции нельзя. Можно интегрировать только один формы. Потому что вам, когда вы интегрируете, вам нужно знать не просто значение функции, а вам нужно еще таскать с собой какую-то информацию про длинных горизонтальных отрезочков. И вот эта информация как раз это то, что подставляется вот сюда. Но давайте мы про интегралы чуть попозже поговорим. Вопрос хороший, но давайте мы про это поговорим чуть попозже. Давайте теперь вот на что посмотрим. Ну, вот мы с одной стороны определили понятие дифференциального один-форма, а с другой стороны выяснили, что примером дифференциальных один-форм являются дифференциалы функций. Да, простите, я, возможно, не сказал. Определение к векторной поле дифференциального один-форма – это одно и то же. Вот. Хорошо. Значит, может возникнуть вопрос. Окей, у нас есть множество дифференциальных один-форм, множество корректорных полей, и у нас есть множество дифференциалов. Оправдывали, что любая дифференциальная один-форма – это дифференциал какой-нибудь функции? Значит, заметим, что у нас теперь любую дифференциальную один-форму можно как бы разложить вот по такому байзу dx1, dx2. Ну, если я в размере на c2 работаю, понятно, что это все мгновенно обобщается на общий случай. Но давайте посмотрим. Мы считаем вот эти производные в конкретных точках – это просто для нас какие-то сейчас чиселки. Да, да. Ну, вот если x1 и x2 зафиксированы, то вот это просто число, и это просто число. А вот dx1 и dx2 – это уже линейный функционал, байсный линейный функционал. Да, значит, давайте прежде чем мы будем говорить про… Значит, про то, правда ли, что все дифференциальные формы являются дифференциалами. Давайте скажем два слова по поводу связи между дифференциальными один-формами и дифференциальными уравнениями. Собственно говоря, всем тем, что мы до сих пор проходили. Значит, вот смотрите, давайте я скажу следующее. Дифференциальная один-форма задает поле направлений. Ну, действительно, смотрите. Ну, вот мы можем представлять себе векторное поле как то, что мы в каждой точке нарисовали по вектору. А если у нас есть дифференциальная один-форма, то мы можем задаться таким вопросом. Вот смотрите, у меня есть какая-то точка. Есть ковектор, который соответствует этой точке для нашей дифференциальной формы. И можем решить такое уравнение. Мы можем задаться вопросом, как устроено решение уравнения. Значит, у меня есть омега. Я взял значение омега в какой-то точке x1, x2. Это ковектор. И дальше я могу рассмотреть такое вот уравнение. Я хочу найти всевозможные значения v1, v2, для которых... Это функционал равен нулю. И дальше все эти векторы, которые аннулируют мой функционал, отложить от этой точки. Вопрос. Что получится? Значит, у нас w от x1, x2 равняется, например, a от x1, x2 умножить на dx1 плюс b от x1, x2 умножить на dx2. А как устроено вот это множество? То есть кто оно такое? То есть множество точек, которые аннулируют мой функционал, то есть ядро этого функционала. Ну, скажите, кто это? Что за геометрический объект такой получится? А может, можно прямая? Прямая, конечно, да. Ну, как? Потому что, смотрите, у нас точка x1, x2 зафиксирована, да? У нас вот эта штука какая-то фиксирована, ну, вот эта штука какая-то фиксирована. Когда мы поставляем вектор, вот здесь мы получаем просто первую компоненту вектора, а здесь вторую компоненту вектора. То есть у меня получается какая-то вот такая вот штука. А v1 плюс bv2 равняется нулю. И если а и b одновременно не равны нулю, то вот это уравнение просто задает некоторую прямую в соответствующем векторном пространстве. Ну, и мы откладываем эту прямую ровно от нашей точки. Таким образом, мы получаем, что если задано векторное поле, если задано дифференциальная одинформа, то задано поле направлений в каждой точке проведено по прямой. Это очень похоже на то, с чем мы сталкивались, когда мы на самом первом занятии стали рисовать поля направлений для дифференциальных уравнений. Ну, и, в общем, неудивительно, потому что давайте посмотрим, как можно из дифференциального уравнения сделать дифференциальную одинформу. Смотрите, значит, вот есть у нас, допустим, дифференциальное уравнение. Скажем, dy по dx равняется… Ну, давайте, простите, какую-нибудь функцию напишу, f от x, y. Вот. И давайте посмотрим, что можно здесь сказать. Давайте рассмотрим такую дифференциальную форму, которая равняется… То есть я просто умножу на dx левую и правую часть этого уравнения и перенесу все в одну часть, допустим, dy минус f от x, y dx. Значит, это дифференциальная одинформа. Если воспринимать вот эти dx и dy как, соответственно, функционалы, которые переводят вектор в его первую и вторую компоненту, то вот это дифференциальная одинформа. Согласны? Давайте посмотрим, как связаны поля направления, которые сдаются этой дифференциальной формой, и этим уравнением. Значит, вот возьмем произвольную точку, какую-нибудь точку x1, y1. Значит, через эту точку проходит прямая, у которой угловой коэффициент равняется f от x, y. С другой стороны, как устроена прямая, которая проходит через эту же точку, и которая принадлежит поле направления задаваемого вот этой вот штукой, вот этой одинформой. Ну, давайте посмотрим. Значит, w в точке x1, y1 от произвольного вектора. Давайте я буду обозначать сейчас координаты векторов vx и vy. Значит, это что такое? Это есть v, y минус f от x, y, vx. И если я рассматриваю это, значит, если я рассматриваю соответствующее уравнение, то оно сдается вот так. Но давайте найдем его угловой коэффициент. Чтобы найти угловой коэффициент, мы, на самом деле, должны сделать шаг назад. А именно наоборот. Теперь выразить, сказать, что v, y равняется f от x, y на v, x. Или что v, y деленное на v, x равняется f от x, y. То есть мы получили прямую, в точности совпадающую с прямой, которая сдается вот этим уравнением. Поэтому эту штуку называют линейной частью приращения, да? Ну, линейная часть приращения, она потому, что она действительно линейная часть приращения. Значит, вот, возвращаясь сюда. Значит, вот у вас есть значение функции. Вот все вот это, это приращение. Это то, насколько значение функции изменилось, когда вы сдвинулись немножко из исходной точки. Называется приращение функции. И у этого приращения есть как бы линейная часть, вот эта. А есть остаточек, которые маленькие по сравнению с линейной частью. Все вот это, нелинейная часть. И поэтому вот эта штука действительно линейная часть приращения. Хорошо. Вот. То есть, смотрите, у нас, на самом деле, есть такая двойственность между вот такими уравнениями, уравнениями с двумя переменными. И дифференциальными одинформами, заданными на плоскости. И эта двойственность нам сейчас поможет научиться решать некоторый класс уравнений, который называется уравнение в полных дифференциалах. А именно. Давайте заметим вот что. Пусть так оказалось, что форма омега оказалась равной дифференциалу некоторой функции. Да, пусть так оказалось, что вот у нас есть форма омега, и оказалось, что омега равняется D от какой-то F большой. Вопрос. Как выглядят прямые являющиеся поле направлений? Омега равняется 0. Можно еще быстро? А почему еще раз нам важно, чтобы омега равнялась 0? Ну, это просто способ задать как бы уравнение относительно омеги. Это вот эта вот штука, это штука, которая задает поле направлений. Ну, как бы это условное обозначение вот для вот для такой вот штуки? Значит, это множество, это уравнение, которое может быть проинтерпретировано как уравнение, задающее вот эти вот самые прямые, проходящие через каждую точку. Решено. Значит, как выглядят прямые, как выглядит поле направлений вот такой вот штуки, если на самом деле наша омега это дифференциал какой-то функции F большого? Ну, мы можем сказать, что у нас получается, если, ну, как раз DY и DX заменить на соответствующие вектора VY и VX, то их отношение, получается, вектора VY к VX, это, по-моему, минус F большой штрих по по X делить на F большой штрих по Y. Да, и не напоминает ли вам это что-нибудь? Явную функцию. Угу, да. Ну, смотрите, на самом деле, на самом деле вы сейчас доказали некоторый факт, но давайте я этот факт просто сформулирую, и на этом, наверное, сейчас буду вынужден закончиться, потому что у меня время закончится. Но смотрите, что это означает? Вот, у меня есть какая-то функция F большая. Давайте считаем, что это отображение из R2 в R. У этой функции есть линия уровня. Давайте я возьму какую-нибудь точку и задам такой вопрос. А что вы можете сказать про решение вот такого уравнения, про прямую, которая соответствует вот этому уравнению, проходящую через данную точку? Ну, вот давайте посмотрим, что такое дифференциал функции F. Вообще дифференциал функции F – это штука, которая показывает, ну вот вы сдвигаетесь в каком-то направлении, и она показывает, насколько сильно увеличивается ваше значение, когда вы сдвигаетесь в этом направлении. Вопрос. А как выглядит прямая, вдоль которой в первом приближении, в линейном приближении, у вас не меняется значение функции? Как это прямая соотносится с линией уровня этой функции? Наверное, она будет касательной. Совершенно верно. Да. Смотрите, вот верно такое утверждение, что в каждой точке мы можем провести по прямой, которая является решением вот этого, ну, которая соответствует поле направления, задаваемого вот этим, вот этой вот штукой, уравнением df равняется нулю. И в каждой точке она будет касаться, она будет касаться линии уровня функции f большая. И это можно доказать аккуратно, собственно говоря, вот все то, что вы сейчас сказали, это и есть доказательство. Но кажется, что это достаточно очевидно, потому что линии уровня это то направление, вдоль которого значение функции не меняется. и поэтому, если вы хотите как бы в наименьшей степени менять значение функции, то вам нужно двигаться по касательной линии уровня. Ну, в идеале было, конечно, по самой линии уровня, но если вы хотите двигаться по прямой, то эта прямая должна быть как раз касательной. Теперь, почему это важно и зачем нам все это нужно и зачем нам вообще нужно было гордить огород про дифференциальную один форму. Можно быстро спросить насчет касательной? У нас просто в Матане 2 было то же самое, что вот, наверное, ZDF равняется нулю, это как раз касательное пространство к графику. По сути, у нас вот здесь дифференциальная один форма, это являются вот такими касательными пространствами к графику, только когда в зависимости от пространства. Ну, как бы, смотрите, ваше DF, на самом деле, если вы рассмотрите вот такую штуку, Z равняется, вот, допустим, у вас вот такая история. Вот такая история. Сейчас плохо я написал. Плохо, 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 плохо написал. Значит, давайте, давайте я возьму просто такую функцию L от x плюс v x y плюс v y и скажу, что она равняется f от x y на f большое плюс DF, взятый в точке x y и посчитанный на векторе v x плюс v y. Значит, вот эта функция L большая, если я построю ее график, то кто она такой будет? Значит, вот у меня есть x y и вот тут я строю z и я хочу построить график z равняется вот этому L большому. Значит, вот я взял какую-то конкретную точку. Теперь у меня есть мой график моей функции. Вот это график функции F большая. И вот я взял какую-то точку и теперь рассматриваю вот такую вот штуку. это в точности наше вот это разложение. Значит, вот если бы здесь еще добавить O маленькое, то это будет просто наша исходная функция. А тут мы O маленькую выкинули и оставили только линейную часть. Что получилось? Как раз получилось касание к этому графику вот в этой точке. Да, в точности. Это ровно касательная плоскость получилась. Вот. То уравнение, которое я написал, это вот это уравнение касательной плоскости. Ну, а по сути, здесь мы всегда говорим, что мы рассматриваем... Ну, вот у нас DF, мы его приравниваем к нулю, то есть мы всегда смотрим касание только, получается, в точке... В общем, в одной точке. Нет, смотрите, уравнение DF равняется нулю. Это такое уравнение. Это я теперь рассматриваю вот эту касательную плоскость и я рассматриваю, в каких точках эта касательная плоскость пересекается с горизонтальной осью, с горизонтальной плоскостью, вот с такой вот плоскостью, с горизонтальной плоскостью, проходящей через точку, через вот эту точку. И это как раз и будет... Вот эти вот точечки, которые, кстати, получаются, это как раз и будут вот эти самые прямые из нашего поле направления, которые будут касаться линии уровня. То есть если вы представите себе касательную плоскость в какой-то точке и представите себе линию уровня, которая проходит через эту точку, то как раз вот если вы пересечете касательную плоскость с горизонталью, которая проходит через точку касания, То за счет того, что у вас было касание плоскости с трехмерной штукой, всю эту картинку вы пересекаете с горизонтальной осью и получаете в пересечении графика и вот этой горизонтальной оси кусочек линии уровня, а в пересечении вот этой касательной плоскости и этой горизонтальной оси вы получаете прямую. И, естественно, они будут касаться вот в этом пересечении тоже, потому что они изначально в трехмерной картинке касались. А почему там Vx плюс Vy? Там же должен быть двумерный вектор, нет? Ой, конечно. Нет никакого плюса. Запятая-то, а не плюс. Вот. Ну, давайте я скажу последние слова. Зачем нам все это нужно было? Смотрите, пусть теперь так оказалось, пусть есть уравнение dy по dx равняется f от xy. Как мы выяснили, ему соответствует форма dy минус f от xy dx. Пусть так оказалось, что она равна дифференциалу какой-то функции. Тогда решение, давайте интегральные кривые вот этого уравнения, это просто линии уровня функции f. Давайте смотреть, почему это так. Значит, если у нас есть вот такое уравнение, ему соответствует вот такая форма. У них совпадающие поля направлений. С другой стороны, если вот эта форма оказалась равна дифференциалу какой-то функции, то мы знаем, что линии уровня этого дифференциала касаются в каждой своей точке соответствующих прямых из поля направлений. Но поскольку это то же самое поле направлений, которое мы построили для вот этого уравнения, то это означает, что эти же самые кривые будут в каждой своей точке касаться поля направлений для вот этого уравнения. Значит, они будут графиками решений этого уравнения. Собственно говоря, возвращаясь к примеру, который мы уже разбирали, мы его, конечно, другим методом решили, но все-таки можно заметить, что если у нас было уравнение вот такое, dy по dx равняется минус x, деленное на y, и ему соответствует дифференциальная форма y dy плюс x dx равняется нулю. Дифференциалом от какой функции является дифференциальная форма? y умножить на x? Нет. Если бы y умножить на x, то они бы крест-накрест были бы. У вас было бы x dy плюс y dx. y квадрат по полам плюс x квадрат по полам. Да. И мы действительно знаем, мы выяснили это в самом начале сегодняшней лекции, что действительно интегральными кривыми для этого уравнения являются линии уровня вот этой функции. Остается ответить на последний вопрос. Всегда ли форма является дифференциалом какой-то функции? Ответ нет. Но легко понять, является ли. А если является, то выяснить, от какой именно функции. Легко найти f. Соответственно, уравнение, которое сводится к уравнениям вот такого вида, d и большого равняется нулю, называется уравнение в полном дифференциалах. Будем на следующем занятии еще обсуждать? Будем обсуждать связанные понятия, понятия первого интеграла и все такое прочее. Отлично, спасибо. Так, есть ли еще вопросы? Окей, сегодня было довольно шустро. Если слишком шустро, скажите мне об этом, и я, может, еще что-то поясню. Ну, так на сегодня все. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.